В Грецию в бархатный сезон. Средний чек в это время становится намного ниже, европейские туристы уезжают, да и в целом отдыхающих становится значительно меньше. В сентябре температура моря составляет примерно 26 градусов, а температура воздуха составит плюс 27-28 градусов и, естественно, выше ноля. Сегодня говорим с вами о полуострове Халки-Дики и отдыхе именно здесь. Подробнее об этом в рубрике «Куда же ехать» на канале Бомбарбия ТВ. Если вы выбираете отдых на полуострове Халки-Дики, о котором я вам рассказываю, то прилетать вам придется в аэропорт города Солоники. Перелет из Киева составит примерно 2-2,5 часа и на борт самолета можно взять с собой ручную кладь весом до 8 кг и одно место багажа весом до 23 кг. Конечно же, о четких правилах перевозки багажа, а также о том, какие напитки и какое питание на борту самолета вам предлагает авиакомпания, стоит уточнить у своего туристического агента. Дальше вас ожидает трансфер, который займет порядка часа или же даже 2,5 часа. Это будет зависеть от того, на каком пальце полуострова Халки-Дики вы выбрали для себя отель. В бархатный сезон Греция предлагает два формата отдыха. Конечно же, всем любимый и привычный отдых по системе питания все включено. Например, в отеле Порта Карас, где в сентябре вы потратите на свой отдых порядка 1400 евро на двоих на 7 ночей и получите за это, конечно же, питание все включено и огромный разнообразный выбор услуг абсолютно на любой вкус, включая даже казино. Или же второй тип отдыха. Уже тот, который подходит туристам, любящим изучать то место, в которое не приезжают отдыхать. В рубрике «Куда же ехать» на канале Бомбарбия ТВ мы коротко обозреваем все мировые курорты, поэтому, чтобы не пропустить новый и свежий выпуск, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик, ну и не забывайте ставить нам ваши лайки. Так что же, почем в Греции? Здесь пошла заставочка. Отдых в отеле категории 3 звезды с питанием завтраки в сентябре месяце вам обойдется порядка 700-800 евро на двоих за 7 ночей. И когда вы выбираете для себя такой отдых, то, конечно же, вы будете ходить кушать в таверны. А это, знаете что, дорогие друзья, это настоящий греческий колорит, это вкуснейшие оливки, это знаменитейший сыр фета. И средний чек в таверне за один прием пищи на двоих составит порядка 12-15 евро. Ну, правда же, достаточно приятно, и вы не поверите, какие вкусы и какие ароматы ожидают вас, когда вы зайдете в таверну. Бокальчик вина вам обойдется в 2-3 евро. Ну, вы, конечно же, можете зайти в местный супермаркет и купить для себя бутылочку настоящего греческого вина, которая будет стоить примерно так же, ну, вот где-то до 5 евро. Давай с последним вопросом. Угу. И, конечно же, вы можете зайти в местный супермаркет. И здесь я предлагаю вам небольшой тревел-хак. Обязательно посещайте те магазины, которые находятся не на первой береговой линии, а вот где-нибудь в глубине. Пройдите эти 200-300 метров, зайдите уже в местный супермаркет или в местный магазинчик, и там цены вас порадуют еще больше, чем в тавернах или в маркетах на самом берегу моря. Когда вы приходите на пляж, вам нужно будет заплатить за сет, шезлонгов и зонта. Потому что все пляжи в Греции, они муниципальные, они городские. Но если вы пользуетесь услугами пляжей, на которых находятся таверночки, либо ресторанчики, то вы можете приобрести напиток, например, фраппе, греческий настоящий вкусный холодный кофе, заплатить за него 2-3 евро и пользоваться целый день шезлонгом и зонтиком. Или же просто оплатить стоимость этой услуги и ни в чем себе не отказывать. И если вы пришли на пляжик со своим полотенцем или со своей, как мы привыкли говорить, постилочкой, никто не скажет вам ни слова. Вы можете расстелить ее и наслаждаться солнышком, морем, загорать и вернуться домой с шоколадкой. Если вы уже бывали в Греции, то не забывайте написать нам свои впечатления в комментариях под этим видео. Посоветуйте и нам что-нибудь и задавайте свои вопросы, а мы обязательно на них ответим. Из-за большой площади полуострова и из-за того, что разделен он условно на три части, на три пальчика, пляжи найдете совершенно разные. От пляжей с белоснежным песочком до пляжей с мелкой галькой, песчано-галечных пляжей и даже пляжей с достаточно крупной галькой. Поговорим немножко и об экскурсиях. Здесь история такая. Если вы выбираете отдых на полуострове Халки-Дики, то ближайшее место, куда вы можете поехать, это сам город Солоники. Там вы можете посмотреть основные достопримечательности. Это Белая башня, храм Дмитрия Солунского. Конечно, не забудьте и здесь скушать вкусненький гирос, национальное традиционное греческое блюдо, и выпить чашечку, даже стаканчик вкусного холодненького фрапе. Надо ехать в Крецию. Это гирос. Такая очень традиционная греческая шаурма. Здесь пита, бука, буки, мясо. Это может быть курица, это может быть свинина. Обязательно здесь есть картошка, или вот так, жаренная дольками, или картошечка при классическом понимании. Здесь есть настоящий греческий соус дзадзики. Это йогурт, это тертый огурец, это чеснок. Все это перемешано и добавлено вот сюда гирос. Невероятная вкуснотичка, на самом деле. Рекомендую употреблять и с фрапе. Вот так вот он выглядит. Сахар, кстати, добавляется в него в процессе приготовления, поэтому пациент у вас всегда уточняет, делать вам сладкий, несладкий или средний кофе. Или же, конечно, с белкой. Бросай камень и туши давай. Если же вы находитесь на самом полуострове Халки-Дяки и не очень хотите выезжать с него, то и здесь найдется чем себя занять. Например, парк Аристотеля. Это очень интересное место, в которое вы можете отвезти своих деток. Особенно, если они увлекаются физикой и прочими науками. Поверьте, им понравится. Вот такие изобретения есть в этом парке. Первое изобретение. С помощью него вы можете почувствовать себя богом воды и создать свой водный вихрь. Второе изобретение. Это иллюзии, которые можно раскрутить и будут казаться будто они объемные. Третье. Это натуральная величина большая шаров ньютона, которые обычно стоят маленькие у папы на 100 лет. Вот четвертое изобретение, четвертое изобретение, я не понимаю его суть, но тоже увлекательно. И пятое изобретение, как вы поняли, работает как телефон. Можно сказать, это прапора дедушка нашего телефона. Ну что ж, а я пошла. Ну а если вы настроены на то, чтобы увидеть основные греческие достопримечательности, известные на весь мир, метеоры, дельфы, конечно, афинский акрополь, и даже доехать до раскопок микенской цивилизации, придется, конечно, настроиться на достаточно длительное путешествие, но всего-то за 3-3,5 часика вы сможете доехать уже до ближайших интересных мест. И я все-таки советую вам это сделать. Поверьте, те виды, которые будут сопровождать вас всю дорогу, и те эмоции от посещенных мест останутся с вами на всю жизнь. И вы потом обязательно скажете в комментариях мне спасибо за то, что я настояла на том, чтобы вы туда поехали. И да, чуть не забыла, никто же не отменял велопрогулки, поэтому вы смело можете взять в аренду велосипед, стоимость в час составит порядка 3 евро, и кататься по полуострову Халкидики по узеньким улочкам деревушек, или же уехать куда-нибудь, но совсем недалеко в горы, чтобы полюбоваться настоящими очень красивыми греческими пейзажами. Ну что ж, Греция это та страна, которая придется по вкусу абсолютно всем. Здесь можно отдохнуть и бюджетно, и, конечно же, роскошный отдых в Греции тоже доступен. Вы можете перейти по подсказочке и посмотреть обзор отеля Порту Карас, о котором я говорила ранее. А если вас интересует обзор других греческих отелей, не забудьте написать нам об этом в комментариях, и мы с большим удовольствием снимем их для вас. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы знать, куда же вам поехать. Пишите комментарии, задавайте вопросы, пообщаемся, и вы узнаете, как подобрать для себя самый лучший, прекрасный отдых.